А представим себе, что мы взяли какие-то другие, все-таки, ну, видно, что 1n, но это слишком, шаги по 1n, и они все-таки довольно большие. И в целом вот уйдем далеко. А давайте мы будем складывать не 1n, а 1n в квадрате. То есть 1, 1 четвертая, 1 девятая, 1 шестнадцатая и так далее до 1n в квадрате. Спрашивается, ну, естественно, шаги будут меньше, чем были, потому что раньше у нас были 1n, а еще это было больше. Соответственно, вся эта сумма будет меньше, чем эта сумма. Ну, и теперь вопрос такой, эта сумма уходит, но с другой стороны, кстати, больше, ну, ладно, она меньше, чем гармонический ряд. И спрашивается, она, в принципе, может ли оставаться ограниченной, а может уходить в бесконечность? Как вы думаете, кто считает, что она будет оставаться ограниченной? Так, вы. А кто считает, что она будет уходить в бесконечность? Так, а кто может объяснить, скажем, почему она уходит в бесконечность? Можете объяснить? Я считаю, что она будет уходить в бесконечность. Она будет уходить в бесконечность? Почему? Поскольку там нету такого числа, которое застопрится. Это, возможно, будет в конце там уже одна шестнадцать. Сначала там будет одна шестнадцать, потом там еще одна какая-то какая-то... Будет одна миллиардная, одна триллионная, одна какая-то... Да, но все время чего-то будем добавлять. Будет мизерное-мизерное число, но оно будет. Но оно будет, да. Но хорошо. Но ведь раньше, когда мы шли по одной второй, одной четвертой, одной восьмой, одной шестнадцатой... Тоже как бы все время какие-то числа, пусть мизерные, но будут. Но вроде все согласились, что дальше двух мы не уйдем. Если мы сначала пройдем единицу, это у нас было ноль, один и два. Если мы сначала пройдем единицу, потом одну вторую, потом одну четвертую, потом одну восьмую и так далее, то дальше двух мы не уйдем. Правда ведь? То есть само по себе факт, что мы все время какие-то пусть мизерные, но шаги делаем, сам по себе еще не гарантируешь, что мы далеко уйдем. Ну представьте, что вы там каждый день, у вас какая-то есть работа. Значит, на первый день вы сделали половину работы, за второй день делали половину оставшихся, за третий день еще половину оставшихся. И все время вы не леете, все время что-то делаете. Но так работу никогда и не кончите, правда ведь? То есть может быть так, что мы все время делаем какие-то шаги, но так никогда границей не перейдем. И вопрос в том, как будет здесь. Мы уже знаем два противоположных случая. Здесь мы не переходили, а здесь мы наоборот переходили любую границу. Ну а вот какой-то такой тут, меняется теперь третий день. Надо подумать. Хорошо, а кто-нибудь еще? Можно объяснить, почему мы перейдем любую границу? Да. Ну помимо всего этого, у нас появились дополнительные числа. То есть помимо одной четвертой, одной шестнадцатой, одной шестьдесят четвертой и так далее, у нас появились еще между ними. То есть в сравнении с этим появились дополнительные числа? Да. Да. И за счет них на практике не будет, наверное, не будет лидерации? Ну, во-первых, они не все появились. Одной восьмой, например, здесь нет. Зато вот здесь пропущена одна восьмая, потому что восемь два в кубе, а два в кубе не точный квадрат. Но там одной тридцать второй тоже не будет, а одна шестьдесят четвертая будет. То есть каких-то чисел здесь нету, а какие-то есть дополнительные. Но кроме того, дополнительные могут быть очень маленькими в принципе. Сам факт того, что они есть, еще ничего не гарантирует. Ну как вообще? Мы берем эту форму как один плюс один на два в квадрате. Да. Один плюс один на два в квадрате. И так далее, то мы до двойки все равно не дойдем. Но в этом ряде у нас получится. А в этом ряде у нас получится. Сейчас, подождите. Так вы считаете, что мы здесь никогда до двойки не дойдем? Мы здесь дойдем как раз. Почему? Нет. Вот может это стать большим? Может быть, думаю. А почему как-то? Можно это объяснить? Вот, допустим, мы берем один, плюс один в квадрате. Допустим, мы берем один, потом один. Одна вторая в квадрате, одна четвертая. Одна вторая в четвертой. Одна вторая в четвертой, это одна шестнадцатая. И так далее. а именно сверху этих уже ищут цифру да, тут есть степени двоих да, это факт на увеличение но спрашивается, почему их хватит для того, чтобы перейти любое число почему их много будет кто еще может предлагать объяснение почему это будет большим вот только я предлагаю, что это не будет большим нет, подождите, совсем другое кто еще предлагает, почему это будет большим параболы достигают любого значения да, нет, ну подождите вы говорите, что допустим, вы хотите сегодня получить рубль завтра 4 рубля потом 9 рублей, и так будет бесконечно много а вместо этого я вам сегодня даю рубль завтра четверть рубля послезавтра девятую часть рубля потом одну шестнадцатую я слышу, что это не совсем то же, что параболы а мы это можем представить как сумму логарифм? так сумму чего? логарифм то есть 1 четвертый у нас вот логарифм в корне из 5 от основания 5 и тогда если вы представляете логарифмом, у нас где-то надо многое где? логарифмы? но чего? логарифмы по какому основанию? нет, если вы можете представить то представьте, это не запрещено но я не понимаю какое представление вы хотите У нас получается сумма логарифмов, которая в основании 1 четвертая это логарифм чего по какому основанию? 1 четвертая это логарифм корень 4 степени Логарифм 4 степени из чего? Корень 4 степени 2 по основанию 2 По основанию 2? Хорошо. А 1 девятая? 1 девятая это у нас логарифм корень 9 по основанию 2 Корень 9 степени по основанию 2 Очень хорошо Теперь вы говорите, что сумма логарифмов Все это можно записать в логарифм такого произведения Произведение будет такое 2 умножить на корень 4 степени из 2 На корень 9 степени из 2 На корень 16 степени из 2 На корень какой-то там степени от квадрата Это прекрасно, нет, это так Что тут, так сказать, нет проблем Но что мы выиграли? Никак.